В Славянском районе особое внимание уделяется развитию спорта. Создаются все условия для того, чтобы каждый мог заниматься любимым видом физической культуры и избрал хобби по душе. Многие славянские спортсмены становятся чемпионами на соревнованиях различного уровня, как муниципального, так и краевого или федерального. О спортивных достижениях славянских спортсменов смотрите в нашем следующем материале. Славянский район в области спорта много лет считается лидером в Краснодарском крае. Администрация Славянского района уделяет большое внимание тому, чтобы каждый житель имел возможность заниматься физической культурой и спортом. Наличие в районе хорошей материально-технической и спортивной базы позволяет решить самую важную задачу – приобщить жителей к здоровому образу жизни. В результате у нас есть первые места, у нас есть сегодня хорошие показатели, одни из лучших показателей края по физической культуре и спорту. Мы стараемся вместе с главой муниципального образования Синегонского района сохранить эти позиции. И он нам дает сегодня наставления на такие, что не только сохранить, но еще и шагать вперед, потому что сегодня мы знаем и строительство лихоатлетического манежа. И сегодня мы, как бы там ни было, сегодня тяжело, но тем не менее сегодня положено поле, искусственная площадка футбольного поля на территории СОЖ номер 5. Сегодня начинают стелить беговые дорожки на стадионе. Физической культурой и спортом в нашем районе занимается 36% населения. Это более 47 тысяч человек. Чемпионов в районе воспитывают 10 спортивных школ. Из 132 тренеров-преподавателей 5 носят звание «Заслуженный тренер России». 28 имеют высшую квалификацию. В прошлом году наши спортсмены принесли Славинскому району 992 медали. На соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней. А уже в первом полугодии нынешнего – 715 наград. 27 августа наша делегация во главе с куратом спорта замглавы Позняковым Сергеем Анатольевичем выезжала на расширенную коллегию, которую проводил председатель коллегии, вице-губернатор Далуда. Это было подведение итогов. Спартакеада подводилась по 2013 году. Это спартакеада учащихся. И по 2014 году это спартакеада молодежи Кубани. И также было произведено награждение. Мы получили два кубка. И в 2013-2014 году наше муниципальное образование заняло первое место в этой комплексной спартакеаде. Это, я считаю, общая оценка той работы, которая у нас делается. Это комплексно, это не по одному виду. В зачет идут 12 видов спорта, по которым подсчитывалось общее место. Я считаю, это для нас, конечно, не ново, что первое место занимаем. Мы в течение 10 лет последних занимаем только первое место в комплексной спартакеаде. Более 300 славянских спортсменов на протяжении пяти месяцев состязались в 12 видах спорта. На летней спартакеаде молодежи Кубани 2014. Напряженная борьба принесла хорошие результаты. В этом году мы в комплексной спартакеаде, мы здесь видим пять кубков. Это кубок, второе место мы видим по боксу, греко-римская борьба. Также мы здесь видим тэквондо, третье место. Второе место в виде настольный тенниса, второе место настольный теннис. То есть пять кубков мы заняли в спартакеаде молодежи Кубани. Спортивную копилку Славянского района с своими победами пополнил Дмитрий Ивершинь, кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике в Многоборье. Бронзовый призёр первенства России. Неоднократный победитель всероссийских и краевых соревнований. Показал то, что смог. Конечно, не очень хорошо получилось, но я старался. Пять метров. Это кандидат в мастера спорта. Наряду с ним не менее достойно выступили кандидаты в мастера спорта по лёгкой атлетике в прыжках с шестом Виктор Широносов и Дарья Игнатова, взяв в соревнованиях медали высшей пробы. Выступила сама, думаю, что не очень хорошо, но результат был достаточным для того, чтобы стать первой. Естественно, мы спортсмены всегда недоволены своими результатами, мы всегда знаем, что мы можем больше, но на тот момент, на что была готова, то и показала. В честь Славинского района на Спартакеаде молодёжи защищали и наши юные гимнастки, показывая разнообразные акробатические номера. Благодаря длительным и упорным тренировкам юные спортсменки достойно выступили на соревнованиях. В честь нашего города и района на третьей летней Спартакеаде молодёжи Кубани по спортивной гимнастике защищали Иванова Диана, Мельникова Анастасия, Рякина Марина и Скрылёва Анастасия. Все участницы выступали по программе «Мастеров спорта». Девочки усиленно тренировались и готовились к выступлениям под руководством тренера своего Кукарека Марины Васильевны. Благодаря всему тренерскому коллективу во главе с нашим старшим тренером Николаем Викторовичем наша команда заняла третье место. Славинский район был и остаётся спортивным. Важно не останавливаться на достигнутом, а как можно больше привлекать спортивные залы подростков и взрослых. Ведь спорт – это жизнь, здоровье. Занятия физической культурой делают людей сильными, крепкими, выносливыми, помогают воспитывать трудолюбие, дисциплину, волю, здоровый дух соперничества. И взрослым и детям занятия спортом пойдут только на пользу. Ведь недаром говорят «в здоровом теле – здоровый дух». Надежда Неткачева, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин